Исокогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию с днём рождения Микки Маус. 18 ноября празднует свой день рождения самый известный в мире мышонок Микки Маус. Нет на свете такого человека, который не знает этого милого и весёлого героя американской компании Уолт Дисней. Он покорил сердца миллионов людей по всему миру. Но как начиналась история этого персонажа и как он превратился во всемирно знаменитого Микки Мауса? История появления Микки началась с того, что Уолт Дисней и его партнёр Уб Иверкс создали своего первого персонажа – кролика Оскара. Однако из-за проблем с контрактором и авторскими правами Дисней решил создать нового героя, который стал бы так же успешен, как Оскар. Таким образом появилась идея о Микки Маусе. Дисней и его команда стали разрабатывать нового персонажа. Идея для нового героя возникла, когда Дисней наблюдал за цирковыми мышами. И решив использовать мышь в качестве основы, художник разрабатывает дизайн и характер нового героя. Однако идея о придании мышонку человеческих черт сложилась не сразу. Изначально Микки выглядел очень реалистично. И со временем Уолт Дисней решил сделать его более карикатурным и привлекательным для зрителей всех возрастов. Имя наш хвостатый герой тоже получил не сразу. Первоначально мышонок именовался Мортимер Маус. Однако супруга Уолта Дисней, Лилия Бруккард, предложила изменить его на более привлекательное и запоминающееся Микки. И это было блестящей идеей, которая привела к грандиозному успеху персонажа. Первый мультфильм с участием Микки Мауса назывался «Паровозик Уилли» и стал настоящим прорывом в анимации. В этом мультфильме Микки, ранее лишь простой поездной машинист, оживает, обретая уникальную магию и обаяние. Микки Маус быстро полюбился зрителям во всему миру и за веселый жизнерадостный характер, за юмористический подход к жизни. Его яркая внешность, неповторимый голос и уморительные приключения сделали мышонка символом доброты, оптимизма и позитивного настроения. После ряда короткометражных черно-белых мультфильмов в 1935 году вышел первый цветной мультфильм о Микки Маусе под названием «Концерт». Этот мультфильм занял место в списке 50 величайших мультфильмов. Картина, выполненная в технике Триколор, рассказывает о мышонке, который дирижирует оркестром. Однако утенок Дональд Дак, продавец мороженого, громко агитируя прохожих купить лакомство, мешает Микке сосредоточиться. Так Микки Маус стал одним из самых узнаваемых мультяшных персонажей в мире. С течением времени мышонок перешел на большой экран с полнометражными анимационными фильмами. В 1940 году вышел фильм «Фэнтези», в котором проказник исполнил одну из самых знаменитых своих ролей – Микки Волшебника. Цветные фильмы принесли Микки Маусу новую волну популярности. За время своего существования хвостатый герой в красных штанишках успел примерить различные образы, а также обзавестись преданными друзьями – Гуффи, Дональдом Даком и Плутто. У него есть подруга. И хотя, по словам создателя Уолта Диснея, эти два героя были женаты еще до появления мультфильма, мышонок нежно ухаживает за своей Минни. С момента своего появления в 1928 году Микки Маус стал незаменимой частью мировой индустрии развлечения. Также он является символом Диснейленда – парка аттракционов, который был открыт в 1955 году. И миллионы посетителей со всего мира ежегодно приезжают в Диснейленд, чтобы видеть Микки Мауса и других героев Диснея вживую, пообщаться с ними и получить незабываемое впечатление. Приключения мышонка Приключения мышонка зачаровывают зрителей всех возрастов по всему миру и до сих пор пользуются большим спросом. Микки – желанный гость во всех странах. Так, в 1988 году Микки Маус приезжал погостить в СССР и даже станцевал с Олимпийским мишком на Красной площади. Этот вымышленный персонаж за годы существования успел перекочевать в видеоигры и в кино, в книги, комиксы, рассказы. Его образ появляется в тематических парках, театральных постановках и шоу. Мышонок стал крупным маркетинговым ходом. Даже на детской одежде встречаются принты с подмигивающими Микки Маусом и его девушкой Мини. В общем, Микки Маус стал неотъемлемой частью мира развлечений. Благодаря огромному количеству проектов, в которых принимает участие мышонок в красных штанишках, Микки Маус прославился по всему миру. И несмотря на свой солидный возраст, а в этом году мышонку исполнится 95 лет, он продолжает радовать своим бесшабашным характером и веселыми приключениями. С днем рождения, Микки Маус! Микки Маус! Микки Маус!